Всем привет! С вами Ирина Корнева. Вы смотрите очередной мой выпуск, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы, мои дорогие подписчики. Сегодня я хочу ответить на вопрос Марины Комаровой. Марина спрашивает следующее. Ирина, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть, если из гостей на свадьбе больше родственников, чем друзей? Мы хотели свадьбу с самыми близкими, и получается всего 20-30 человек. Слышала такую теорию, что из гостей на свадьбе должно быть больше 50 друзей. А у нас наоборот. Критично ли это? Еще один вопрос. Денег на свадьбу совсем немного. Особо показную свадьбу устраиваться не хочется. Все по минимуму. Захтали, выездная регистрация, фотосессия, отдали банкет. Как организовать именно свадьбу с малым бюджетом? 350-450 тысяч рублей и с небольшим количеством 25 человек. Поехали! Марин, расскажите мне, пожалуйста, где вы услышали, что больше 50% должно быть друзей на свадьбе? Такого правила нет. Не знаю, кем придуманы правила. Такого правила нет. Есть свадьбы, когда на свадьбе всего в принципе 10 человек, и это только близкие люди, близкие родственники. Просто при организации такой свадьбы, когда на свадьбе больше родственников, причем старшего поколения, есть определенные нюансы, которые нужно будет обсудить именно с ведущим. Вот это единственный момент, на который нужно будет действительно обратить внимание. По меню проблем никаких нет, по меню все то же самое, по прогулке все то же самое. Единственное, что вам нужно будет уточнить, будут ли ваши близкие родственники, если это старшее поколение, с вами на прогулке. Если нет, то вы просто заказываете машину на двоих и отправляетесь на прогулку. Если у вас выездная церемония, то вы просто находитесь где-то все в одной локации, все приезжают в одно место, дальше будет выездная церемония. До выездной церемонии можно сделать небольшую фотосессию, дальше все гости приезжают на выездную церемонию, после выездной церемонии небольшую фотосессию с гостями и фуршетик для гостей, и после этого уже на банкет. Либо можно вообще без фуршета сразу пройти на банкет. В чем особенности работы ведущего? Если это старшее поколение, то, естественно, здесь нужно будет учитывать то, что не все старшее поколение любят танцевать много, участвовать в очень активных развлечениях и конкурсах, поэтому ведущему нужно будет сделать более интерактивный вечер, То есть уйти больше в какие-то такие вопрос-ответ, нежели во что-то такое очень активное. Потому что если это действительно не очень активная публика, то вынуждать и принуждать их бегать, прыгать и так далее не получится однозначно. Да и это и ни к чему, кстати говоря. Поэтому в этом вообще это абсолютно не критично, что у вас немного друзей. Следующий момент. Вы говорите о том, что 25-30 человек. Это, кстати говоря, не такая уж и маленькая свадьба. Я хочу сказать, что 25-30 человек, как показывает практика, это довольно-таки популярное количество гостей на свадьбе в последнее время. Если раньше было принято как-то так много гостей звать, по 100 человек, по 150, может быть, иногда 80, то сейчас как-то все, наоборот, уходят в сторону уютных свадеб для близких людей. Поэтому это тоже, опять же, не критично, что у вас небольшое количество гостей. Единственный момент. Смотрите, вот когда я уже, в принципе, записывала как-то видео про маленькую свадьбу, и я на это тоже обращала внимание. Когда организовывается небольшая свадьба, тут больше надо внимания обратить на развлекательную программу. У нас совсем скоро будет свадьба, и на этой свадьбе немало гостей, надо прямо сказать, но молодожены категорически против, в принципе, каких-либо развлечений. Они говорят, ну, у нас не будет никто даже на вопросы отвечать. То есть никаких интерактивов даже не пойдет, понимаете? И говорят, ну, просто это не вариант. И в данном случае мы, когда обсуждали с ребятами программу, с ребятами, с ведущим, мы решили, что в любом случае заполнение же должно быть какое-то. То есть это же не могут быть только тосты, потому что, ну, просто гости заскучают слушать одни тосты. Поэтому у нас будет прям такая активная развлекательная программа. Будут танцоры, там два разных танцевальных коллектива, кубинский, кавказский, будут, будет кавер-группа и так далее. То есть будут варианты развлечений, варианты наполнения программы, чтобы гости могли не просто слушать тосты, да, там засыпая, а чтобы еще все-таки был еще какой-то элемент шоу. Вот в случае, когда организовывается небольшая свадьба, я прям очень рекомендую обратить внимание на вот элементы шоу, потому что наполнять программу чем-то нужно, особенно если, опять же повторюсь, неактивная публика. Если вы понимаете, что несмотря на то, что у вас только близкие люди, там, и это старшее поколение, но они очень активные, потому что действительно бывает такое, что очень активное старшее поколение, знаете, даже бывает такое, что старшее поколение активнее, чем молодежь, вот даже такое встречается, то здесь вообще никаких особенностей нет. Делайте стандарт, ну, не стандартную, но такую классическую программу с активными развлечениями, с интерактивными развлечениями, и все. И я уверена, что ваш вечер пройдет на ура. Дальше вы спрашиваете по поводу бюджета, там 350-450 тысяч рублей, это опять же довольно, ну такой стандартный бюджет на небольшую свадьбу, на 25 человек, на 20-30 человек, это стандартный бюджет на самом деле, и в данном случае, конечно, если вы захотите свадьбу где-то на открытой площадке в шатре или так далее, ну это маленькая, ну небольшая сумма. Самый ответственный момент, выключилась камера, но мы не сдаемся, продолжаем отвечать на вопросы, так вот на открытых площадках, таких как шатры, веранда и так далее, есть нюансы такие, как там аренда площадки, да, которые стоят определенных денег, там иногда пробковый сбор, иногда дополнительно за стулья столы нужно платить, и в этом случае, конечно, бюджет это небольшой, но в случае, если у вас ресторан, да, если у вас место, где нет аренды огромной, то это абсолютно такой, ну такой стандартный бюджет, 350-450 тысяч рублей, это нормальный бюджет, ну нормальный бюджет, за который можно сделать свадьбу. Смотрите, я вот записывала видео, где рассказывала про то, как распределяется свадебный бюджет в принципе, и вы посмотрите это видео, и можете уже в голове накидать для себя, какую сумму на что вы сможете потратить. Предположим, мы можем прямо сейчас с вами накидать небольшую сметку, да, вот отвечая на ваш вопрос про 350-450 тысяч рублей, предположим, у вас на свадьбе ресторан будет стоить 4 тысячи рублей на человека, у вас нет никакого пробкового сбора, никакой аренды и так далее, и 25 человек. Итого 100 тысяч вы тратите на ресторан, и у вас остается еще 250 тысяч. Следующий момент, ну плюс 10%, 110 тысяч вы тратите на ресторан. Следующий момент, это оформление банкетной площадки. На оформление банкетной площадки, предположим, вы закладываете 50 тысяч рублей, да, и того у вас уходит уже, ушло 160 тысяч рублей на декор площадки плюс на самую площадку на банкет. Следующий момент, так, 160, я прям даже сейчас буду писать себе. Следующий момент, это ведущий, ну, на ведущего, допустим, мы закладываем 40 тысяч рублей, ведущий, да, дальше, это 200 уже тысяч рублей, дальше диджей, ну, там, предположим, 15 тысяч рублей на диджея, дальше вам нужен будет фотограф-оператор, ну, берем, я не знаю, допустим, 4 тысячи рублей на 10 часов, допустим, 40 тысяч рублей на 10 часов фотографа взяли, и за 40 тысяч рублей на 10 часов оператора взяли, 295 тысяч, у вас бюджет 350-400, правильно? 350-450, дальше, вам нужен будет, букет это все туда войдет, тортик, тортик, ну, где-то около, там, 2 тысяч рублей за килограмм, у вас 25 человек, соответственно, вам нужно будет где-то около 5 килограмм, соответственно, 10 тысяч на тортик вам нужно, и того, это уже 305 тысяч рублей, и плюс, если вы будете брать свадебного организатора, предположим, это где-то 20 тысяч рублей, это, ну, распорядитель ваш будет, да, так, что еще мы упустили? Автомобили. Если вы берете автомобили, ну, предположим, в среднем это 2 тысячи рублей, ну, 3 тысячи, давайте так возьмем, 3 тысячи рублей стоимость машины, берете вы ее на 6 часов, и того 18 тысяч рублей у нас еще, да? Так, и того у нас получилось 343 тысячи, это, в принципе, такой, а, ну, плюс стилист, плюс стилиста мы сейчас возьмем 15 тысяч рублей, допустим, да, 358 тысяч рублей, это вот та цифра, такой стандартный набор, за который, в которой вы можете, стандартная такая сумма за стандартный набор, свадебный набор, то есть, в принципе, это реально, можно сделать свадьбу за такие деньги, вопрос только в том, вопрос только в том, какая у вас будет площадка и какие у вас будут работать подрядчики, может быть, вы подрядчиков более дешевых найдете, но не экономьте особо на подрядчиках, на фотографах, операторах и ведущих, потому что именно они и делают ваш день. Конечно, если будут дополнительные артисты, то там, ближе, наверное, все-таки к 450 будет, нежели к 350. Ну и плюс у вас будет же платье, я так понимаю, что вы написали эту сумму вместе с платьем, ну, в общем, одним словом, за 450, за 350-450 свадьбу на 25 человек сделать можно, свадьбу сделать можно. Еще раз посмотрите, пожалуйста, мое видео, где я рассказываю о том, как составляется свадебная смета и как распределяется свадебный бюджет, называется «Сколько стоит свадьба» это видео, посмотрите, там, я думаю, что вы найдете ответ на свой вопрос, ну и плюс мы с вами уже накидали приблизительно вашу сметку, да, плюс, ну, я думаю, что уже более-менее разложилось, так скажем, все по полочкам. Я надеюсь, что мне удалось ответить на ваш вопрос, если так, то ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, напоминаю, что встречаемся мы с вами по-прежнему каждый вторник, четверг, иногда еще и по субботам, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео, всего хорошего и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok